Всем привет! Сегодня такой солнечный день в Москве и хотел даже видео записать на балконе, потому что это на лучшее, потому что это одно из тех мест, тех встреч, где мы с вами проводили прямые эфиры, стримы, где разговаривали на разные темы, беспокоящие нас, волнующие или просто в чем-то сочувствующие, или где-то мы с вами в чем-то сопереживающие. Да или просто поболтать о том, о пустяках, как это обычно бывает, вечеринка или тусовочка у нас была с вами на лавочке. Хочу сказать такие вещи, наверное, решил записать это видео в связи с тем, что в мире сейчас очень сложная ситуация, вы все это прекрасно знаете. Любой зритель, который находится на любой части нашей небольшой планеты, небольшого земного шарика, вы прекрасно знаете, что происходит сейчас, кто враждует, с кем враждует, кто с кем завязан. Это покажет время. Сегодня мы как раз переписывались с моими зрителями, с вами, то есть, кто находится по ту сторону экрана. И обсуждали в том, что время покажет. Действительно, время покажет, кто прав, кто виноват, кто в чем был участен, причастен в разжигании ненависти, вражды между славянскими народами. И говорить правду или неправду в наше время достаточно страшно и, возможно, даже будет неправильно, потому что все-таки я не политик. Да, я увлекаюсь политологией, но говорить какие-то прямые вещи, обвинять какую-то страну или какого-то правителя или страны, содружества, это будет, наверное, немножко неправильно. Оставив все-таки это виновность, кто виноват, кто прав, суду, времени, Господу Богу, если кто-то верит, кому как угодно. Я решил записать это видео, потому что никак не получается у меня абстрагироваться, наверное, от этой ситуации. И каждый из вас, сидя дома, наверное, ведет себя так же, как и я. Возможно, кто-то не обращает ни на что на это внимания, но я уверен, что иногда, хотя бы раз в день, а может быть даже чаще, вы заглядываетесь в новости, в любой стране, в какой вы находитесь, и смотрите, что же происходит в мире, что происходит с Россией, что происходит с Украиной, что происходит между Россией и Украиной, что происходит между НАТО, Россией, Украиной, Евросоюзом и всем этим огромнейшим комком. Вот, но, конечно, нужно время, тот же самый шок, когда, наверное, появился коронавирус. Но здесь немножечко будет, наверное, сложнее, потому что тут зависит все-таки от наших правителей, от тех людей, которых сидят в главе наших стран. И самое главное, что эти правители каждой страны хотят от той или другой противницы их, которые находятся сейчас на другой стороне боевых действий. Я не знаю, как это сказать, вот, но все это, так скажем, не то, что мелочи жизни, а это, наверное, очень серьезно и серьезнее, чем сам коронавирус, потому что здесь, как мне казалось, должны были бороться весь мир против этого вируса и находить какие-то лекарственные вещества, я вам об этом говорил, а не раскидываться мыслями, фразами, санкциями, потому что здесь вопрос не идет об одной какой-то нации, хотя это очень страшно так говорить, что какая-то из наций может исчезнуть, а говорилось о всем населении, о всем человечестве. Но даже в этом моменте наш народ весь, имеется в виду, не только нашей страны, России, где я проживаю, вообще всего народа мира, всего земного шара, никак не могли прийти к какому-то одному консенсусу, чтобы изобрести этот вирус, антивирус, не знаю, прививку, таблетку и как-то бороться против исчезновения всего человечества, да, бороться против этого вируса. Но даже здесь, в этих случаях, большинство стран находили возможность, исчерялись любыми способами, чтобы наложить какие-то санкции на ту, на другую страну, и это, конечно, как по мне выпивающе, поэтому мне казалось, что все это какие-то подковерные игры все-таки. Что касается сейчас той ситуации, которая проходит в нашем мире, и это, мне кажется, что должно в любом случае когда-то закончиться, но вернувшись к предыдущему видео про 8 лет, это, конечно, очень страшно, потому что 8 лет идет война на Донбассе, и Великая Отечественная война давно уже была закончена. Поэтому насколько быстро сейчас эта вся история закончится, связанная с освобождением Украины от неофашистов, от антисемистов, от русофобии и так далее и тому подобное, это только будем надеяться на наших солдат, потому что то, что они делают для нас, для всех, и в частности для всего Евросоюза, это, конечно, очень многое. Просто люди пока не понимают или зомбированы, или еще что-то, потому что любая ситуация, фашисты, неофашисты могут взорвать, могли бы взорвать атомные электростанции Чернобыля, или еще, которые у них еще до сих пор есть где-то на юге Украины. Поэтому то, что может произойти, это, конечно, очень страшно. Конечно, каждая страна имеет право на выбор своих взглядов, своих видений, куда они хотят идти, демократию, или коммунизм, или еще что-то, это абсолютно верно. Но тогда, когда в страну накидывается, там развивается куча фашистов, которые наши деды уничтожили, это, конечно, очень страшно. И что все это подпитывается Евросоюзом и, конечно, Соединенными Штатами Америки. Я прошу прощения тех людей, которые смотрят меня, потому что я знаю, что, девчонки, вы есть кто-то в Евросоюзе, кто-то в Америке меня смотрят, поэтому вы меня простите. Но я не буду больше об этом затрагивать тему, и просто я к тому, чтобы вы поняли, что происходит в России дальше. В Москве пока тихо и спокойно, никаких таких боевых действий нет. Единственное, что сегодня никогда, вот мы сколько купили, когда эту квартиру, за 11 лет практически не было таких массовых сбор Академии МЧС. Вот сегодня прямо был сбор Академии МЧС такой толпы народа. Причем это свидетель. Кстати, Света может зрительница и моя подруга Глухова, если что, в комментариях написать, что это правда, потому что в WhatsApp я отправлял видео, что я таких сборов не видел. Просто у них обычно плац за главным корпусом, а тут они все не влезли, их повели к их общежитиям. То есть там, не знаю, сколько сотен было этих студентов и из Казахстана, и российских, не знаю, к чему все это. Ну, и самое главное, что пока тихо, пока спокойно. Единственное, что столкнулся с чем я, это с тем, что у меня перестал работать Facebook. Facebook перестал работать, загружаться картинки, фотографии, видео. И приходят уведомления, например, как в Facebook, что мне нравилось это, то, что было со мной в прошлом году и так далее. Годами в прошлом я это ничего не могу открыть. Есть только текстовые сообщения. Потом в какой-то момент Facebook вообще перестал работать и прочитал в интернете, что якобы идут какие-то работы, что идут какие-то уже ограничения, что вроде как американские серверы пишут то, что, ну, собственники этой компании, что произошел какой-то массовый сбой не только в России, но и в Россоюзе. Очень много, там, 89 или 90, там, с чем-то процентов людей жалуются как раз на плохую работу Facebook и у каждого по-своему. Но он так и не настроился. Он сейчас открывается, продолжает работу, но только текстовые сообщения. Вчера Паша мне сказал, это, получается, какое вчера было число? Ну, в общем, вчера. Вчера это, по-моему, второе число, да, или первое, второе, по-моему, было число. Сейчас посмотрю. Первое число это было. Вчера Паша сказал, что у него вечером не работает Инстаграм. У меня он работал. Сегодня он там встал. Не работает Инстаграм. Можно зайти, если только ты нажимаешь, заходишь в Инстаграм, и там пишется такая ссылка. Я думаю, что вы с этим тоже столкнулись, кто находится на территории России, о том, что ты можешь зайти или через английский язык, либо там еще какой-то вариант. В общем, когда нажимаешь через английский язык, он через несколько раз может войти, а может опять не войти. К чему вообще я веду? К чему вообще я начал разговаривать на эту тему? О том, что произошла такая ситуация, что и сегодня в Ютьюбе та же самая история. То есть, картинки ваших лиц, ваших аватарок я не вижу. Не приходят все сообщения. Заходишь на канал, начинаешь его редактировать, что-то комментарии не проходят. Или там они как-то пишут ошибку, или еще что-то. В общем, весь вопрос идет к тому, что возможно, что в ближайшее время могут что-нибудь сделать и с Ютьюбом, с Гуглом. И для меня это немножечко страшновато. Почему? Потому что, как я вам говорил, что в большинстве случаев канал, созданный в Ютьюбе, был так, как это видео-дневник, там, где я оставляю все свои события, которые происходят со мной, с Пашей, с моими родными и близкими. И делюсь, естественно, что с вами. И, конечно, и вы все мне дороги. И это... Поэтому я решил записать это видео. Чтобы вы знали об этой ситуации. Поэтому, что будет дальше, я, честно говоря, с Ютьюбом не знаю в России. Возможно, его закроют. Возможно, он будет вот так вот ломано работать. И самое страшное, что я переживаю, что могут пропасть вообще все видео. Несмотря на то, что мой канал к радости, или, к сожалению, медленно развивается. Но там очень много видео, которые были залиты еще с 15-го, или там с какого-то 16-го года. Когда мы первоначально поехали путешествовать с Пашей, с Юлей из Москвы. Поехали в Пермь. И видели очень много разных городов. Южкоролу, и Суздаль, и Владимир. И кто не видел, кстати, эти видео, еще можете посмотреть. Они пока еще в общем доступе. Но самое главное, что это все может когда-то пропасть. Мы сегодня со Светой разговаривали с моей подругой, вот с Гуховой, которая тоже со мной училась. И вы ее знаете. Она тоже сказала, что это очень страшно. Почему? Потому что действительно очень много видео. И самое главное, что даже если этот канал, YouTube или там Google, заблокирует сейчас доступ для российских граждан, через какое-то время, там через год, через полгода, через два, через три месяца, через пять лет, это может быть разблокируется. Даже если ты будешь знать свой номер телефона, если он не изменится, ты будешь знать свою почту электронную, если она не изменится. Даже если ты будешь знать пароли, сохранится ли там что-то или нет, неизвестно. Поэтому для меня это как-то странно. И сейчас я понимаю, что как это можно сделать, скопировать это все. И где это все хранить? В компьютере, естественно, столько видео, там, наверное, около трех тысяч видео. Естественно, что это в компьютере не сохранится. Есть жесткий диск. Насколько это нужно, жестких дисков. Ну, у меня один, там, больше половины-то забито. Но сколько это нужно, сколько это нужно тогда еще диск покупать, или еще что-то, чтобы все это как-то копировать и сохранять себе на память. Поэтому я как-то и боялся все это. И видите, как страшно. Не только может телефон потерять со своими фотографиями, или как у меня по весне в том году сломался компьютер, и там всю информацию. Но, по крайней мере, все это было где-то в интернете. А сейчас нас с этого интернета могут лишить простых граждан. Все понятно, для чего это делается. Для того, чтобы русский народ сбунтовал, чтобы он пошел против правительства и все остальное. Но это, скажем, другое. Вот. Поэтому мной было принято решение открыть канал на Рутубе и в Яндекс.Дзен. Ссылки я постараюсь оставить здесь, в комментариях, под этим видео. Туда я уже в Яндекс.Дзен и в Рутубе закачал видео, которые были последние с Владикавказа, чтобы вы меня нашли, чтобы вы меня видели. Там очень просто, по крайней мере, в Рунете, Рутубе. Все путаю. Рутубе. Легко Рутубе. Легко регистрироваться. Там нужно просто ввести ваш номер телефона. Вам приходит звонок. Последние четыре цифры выводите. Регистрируйтесь там. Фамилию, имя пишите. И можете спокойно меня найти. Я точно там также зарегистрирован, как Олег Жидяевский. Так же, как и сейчас на Ютубе. Ну, оставлю, постараюсь оставить видео, ссылки на эти социальные сети новые в комментарии под этим видео. Для чего я это делаю? Не для того, чтобы подстраховаться, что мне сейчас... Что мне сейчас делать без Ютуба? Конечно, я хочу сказать, что от Ютуба я никаких толком денег не получаю, так скажем. Потому что за год получить 100 долларов, за полтора года получить 100 долларов, это, конечно, ну, сами понимаете, что никакой выручки, как другие блогеры, я с этого не получаю. И интереса у меня никакого нет. Это просто делать для того, потому что я к вам очень сильно привык. И ко всем вам. И, к сожалению, современное время, это тогда, когда мы с вами можем быть незнакомы лично и не видеть друг друга, даже лиц, потому что у многих из вас нет аватарок, и имена, возможно, что у вас вымышленные. Но, по крайней мере, вы меня с той стороны экрана знаете, видите и Пашу, и меня, и моих родителей, и кошек наших. Вот, поэтому я думаю, что кто-то из вас побоится точно так же потерять наш канал, потерять нас, общение с нами. Вот, поэтому это делается все для того, чтобы хотя бы нам с вами найтись. Поэтому я вас всех призываю, в ближайшее время, пока работает YouTube, тогда, когда вы увидите это видео, не откладывайте его. Не откладывайте то, чтобы зарегистрироваться в Рунете, потому что потом, возможно, что-то, что-то может измениться, и мы с вами можем окончательно потеряться. Поэтому лучше подстраховаться, лучше сразу подписаться, найти меня, добавить друзья, и, так скажем, постараться поддержать меня и там, и здесь, и быть на ВКонтакте вместе с вами. Также вы все знаете, что у меня в шапке профиля YouTube есть ссылки на все социальные сети, есть и ВКонтакте, есть, правда, ВКонтакте закрытая группа, но вы можете всегда постучаться, написать, что я, грубо говоря, Наталья Бабуля с YouTube добавляй меня. Я всегда с радостью вас всех добавлю, чтобы окончательно не потеряться. Потом есть ссылка на Instagram, Instagram сейчас пока открыт, для того, чтобы мы с вами тоже так же могли найтись, но если он точно так же, как и Facebook, эта дочка Facebook прикроет свое существование на территории России, то и там мы можем с вами потеряться. Поэтому сейчас в большинстве людей, те, которые находятся на территории Российской Федерации, проводили продажи, курсов, еще чего-то, там, не знаю, там, каких-то материалов, продуктов питания, одежды, делали это через Instagram. Сейчас всех оставляют ссылки на социальные сети «Контакт», «Одноклассники» и «Телеграм-канал». «Телеграм-канал», конечно, я не знаю, как это делается. Возможно, что в следующем видео, если получится, это как-то сделать ссылкой, а не по номеру телефона, потому что не хочется мне светить свой номер телефона окончательно. Но поэтому давайте мы с вами все-таки договоримся о встрече в Рутубе, в Яндекс.Дзен. Но все-таки, мне кажется, Яндекс.Дзен немножко посложнее, что я так и не понял, что там, как и делать. А в Рутубе он как-то попроще. Ну и ВКонтакте, «Одноклассники». Постараюсь оставить ссылки в описании под этим профилем, потому что я знаю, под этим видео, потому что я знаю, что кто-то сидит ВКонтакте, кто-то сидит в «Одноклассниках». У кого-то есть там, у кого-то там есть страница. Мы можем просто с вами потеряться. А мне бы этого не хотелось, особенно тех людей призывая, которые с нами дружат, дружат с нашей семьей, с нашими семьями, со мной, с Пашей, с нашими кошками, с нашими родителями, которые не без разницы, что мы пропадем с ваших страниц. И, возможно, мы с вами продолжим дружбу где-то на другой платформе. Поэтому пока видео выкладываются здесь, в Ютубе, пока видео выкладываться здесь и будут продолжаться, но если что, если вдруг, не тяните. Я вас еще раз призываю. Лучше сегодня, сразу же, когда вы увидите это видео, сегодня, завтра найти меня, зарегистрироваться. Повторяю, что там ничего сложного для регистрации, особенно в Рутубе, нет. Просто набираете в поисковике в Яндексе или в Гугле Рутуб, пишите свой номер телефона, вам приходит телефонный звонок, четыре цифры последних вводите, вводите электронную почту вашу, на почту вам приходит регистрация, подтверждение, что вы все зарегистрированы, зарегистрированы на канале. И там уже вам присваивается ID номер с цифрами непонятными. Там вы можете точно так же, как и в Ютубе, поставить точно такое же название вашего ника, вашей странички, аватарки, точно то же самое, что и здесь в Ютубе. Я вас всех благодарю, что вы меня выслушали, что со мной, я призываю всех к терпению, особенно простых людей, таких как я, таких как вы, не вмешиваться в разборки, особенно в интернете, потому что в интернете нет смысла с кем-то спорить. Сейчас действительно, к сожалению, враждует какая-то часть мирного населения уже, и все эти войны, особенно в интернете, они очень страшные, потому что люди, к сожалению, могут писать страшные вещи друг другу, угрожать, и это никому не приятно, поэтому постарайтесь быть немножко в стороне, конечно, вы можете высказывать свою точку зрения, это и есть интернет, но чтобы не получать негативные эмоции себе в ответ, постарайтесь немножко сдержать себя, лучше поговорите дома со своими родными и близкими, и пообсуждайте лучше это здесь, на моем канале, потому что на моем канале вы знаете, что в большинстве случаев за адекватные комментарии никто никого не банит, и никто никого не выгоняет, никто не судит человека, у каждого есть мысль своя и своя правда, поэтому я чаще всего пишу, когда, если мне что-то нравится или не нравится, чтобы не вступать в полемику на ту или другую тему, в таких ситуациях лучше выслушать человека и написать, что я с вами полностью согласен, или спасибо за ваше мнение, поэтому не участвуйте в полемиках, не нужных вам, не тратите свои нервы, смотрите, пока это возможно, надеюсь, что все-таки дальше будет все тоже хорошо, но смотрите, наблюдайте за солнцем, сегодня в Москве плюс 5, солнечно, настоящая весна, поэтому наслаждайтесь миром, тишиной и безоблачным небом над вашей головой, чего я вам еще раз желаю в будущем, чтобы у вас, самое главное, над вами, над вашими родными, близкими, была тишина, был покой, ангелы-хранители, пусть всегда будет с вами, но мирного неба над нашими головами всем нам без исключения.